Здарова, ребята! С вами Акер Механик. Сегодня у нас необычное видео и основано на такой истории. Буквально вчера у меня тормознули моего хорошего приятеля на довольно-таки спортивном громком автомобиле Audi S3. Здравия, кстати, этого автомобиля вы можете посмотреть на моем канале. Но дело не в этом. Его остановили сотрудники ГИБДД и пытались оштрафовать за якобы незаконно установленный, непредусмотренной конструкцией глушитель. На что они получили ответ, что, ребята, это автомобиль заводской. Стоят специальные резонансные глушители, которые издают такой вот красивый, соответствующим всем нормам спортивный прямоточный звук. И как-то не странно, когда мы стали изучать этот момент, штраф, кстати, человек никакой не получил. Оказывается, все-таки есть такая в блогосфере волна паники на тему запрета вообще определенных видов тюнинга, которые может сделать абсолютно любой автовладелец, а именно вы, и в котором задействованы реально целые отрасли производства, торговые организации. В той же Германии лишь бы у определенной детали или доработки был так называемый тюв-допуск. У нас же государство взялось за борьбу с изменением конструкции автомобилей, но делает это так косолапо и непоследовательно, что службы, которые обязаны за этим следить, а именно сотрудники ГИБДД, просто выглядят глупо на дороге, когда серийному автомобилю предъявляют нарушения, которых нет. Давайте сегодня разберем вот эти моменты, какие у нас виды тюнинга, стайлинга или изменения конструкции автомобиля, которые инспектор ГИБДД может определить явно на дороге, увидеть, не обладая какими-то знаниями, и может вас оштрафовать или нет. Не все так просто по правде. Давайте рассмотрим и поехали. Давайте рассмотрим вот такой пункт, который якобы рассматривается для реального запрещения, типа автомобиля категории B и C, с установленными дополнительными сиденьями, всякими там барными стойками. Кстати, вот касается моего автомобиля, у меня есть реальный столик, который выдвигается. Что ни странно, звездного неба, подсветка и так далее, салоны установлены дополнительной подсветкой салона. Давайте разберем этот пункт. Я даже примерно представляю, под кого это копают. А именно, это автомобили среднетоннажные, микроавтобусы типа а-ля Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter и так далее, которых в принципе, если рассматривать как переоборудование, то это автомобили грузовые, но переделанные в среднемагистральные пассажирские автобусы до 18 пассажирских мест. Они не могут быть пассажирскими, их нет. Все эти автомобили у нас в стране, пассажирские микроавтобусы с подсветкой потолка, межсиденьях тоннелей и так далее, что, по мнению сейчас государства, пытаются притянуть нарушением. И должно быть пресечено, и вы должны за это понести какое-то наказание. Бред, да? Давайте рассмотрим следующий пункт. Как-то не странно, я прочитал, что есть такой пункт, что установка установленного газобаллонного оборудования. То есть вы понимаете, что это такое? То есть, получается, те автовладельцы, которые установили как альтернативное топливо для своего двигателя газ, являются вне закона. И вы какому-то инспектору должны еще доказывать, законно это или нет. То есть, если автомобили у вас бензиновые, то ни на каком газу ездить вы не имеете права. Это раз. Плюс вся отрасль, которая устанавливает, продает и так далее. Газобаллонное оборудование, получается, будет у нас вне закона. Что тоже является реальным бредом. Следующий пункт, который бы я отметил, это наиболее такой популярный вариант стайлинга. Но не только стайлинга, но и доработки людей, которые делают внедорожные автомобили. А именно, кенгурятники, металлические бамперы, усиленные бамперы, лебедки, фары рабочего света на крыше и так далее. Вот это вообще, конечно, бред. Почему? Потому что, если вы считаете, что это вне закона, то почему тогда, уплатив определенный взнос, вдруг все это становится абсолютно легальным. А именно, такой пункт, что якобы, что вариант стайлинга, что, в принципе, я и делал на своем автомобиле, а именно, занижение подвески, установка европейских сделанных конкретно обвесов и так далее, звучит-то как, типа, установка глушителей, бамперов, спойлеров, рулевых колес, сидений и элементов подвески. Непредусмотренных конструкций. Как инспектор ГИБДД, по-вашему, будет определять, конструкцию автомобиля предусмотрена эта подвеска или не предусмотрена? Предусмотрено это занижение или не предусмотрено? Непредусмотренных конструкций, ребят, запомните это. Под изменением конструкции автомобиля, согласно закону, подразумевается замена кузова, рамы, ну, двигателя, силового агрегата. Под изменением же конструкции, подразумевается та же установка дополнительных сидений. Да, я согласен. Очень много ездит гибридов, которые незаконно устанавливают дополнительные пассажирские места. Вот с этими товарищами я бы боролся. Или ставят там дополнительные непонятные доработки, свапы различных УАЗов, да, которые являются шоу-карами. Но люди там реально понимают, что этот автомобиль не должен ездить по дорогам общего пользования. То есть получается, что все элементы, которые вы ставите, силовые или которые являются определенной конструкторской, грубо говоря, разработкой сидения, которые влияют на безопасность вашего движения, вне закона. Но, вариант стайлинга, я с чего начал. Все, никаких глушителей, бамперов, спойлеров, рулей даже, элементов подмески, непредусмотренной конструкции, не перечислено в этом законе. И к моему, к вашему автомобилю, кому это интересно, и кто планируется делать, не перечислено в этом законе. А то, чего нет, того не запрещено. Вот, допустим, меня сейчас тормознет инспектор, чтобы, ну, наверняка, как у всех государственных служащих, у них есть определенная памятка, да? Чтобы проверить там по определенному списку мой автомобиль, да? Вот стоит у меня накладка на мой бампер, или будет стоять в скором времени. Нет проблем, он же декоративная, она никак не усиливает конструкцию, она является продолжением. Бампер мой предусмотрен конструкцией моего автомобиля. Это никакое не изменение, он на своем месте. А во вкусах не спорят, красиво это, некрасиво, это не ваше дело. Все-таки какие-то требования технические, это все-таки закон, а не какой-то там вкус какого-то инспектора. Спойлер вне закона. Многие ставят спойлер. Это вообще бред. На многих автомобилях одних и тех же. Спойлер может быть с завода, в определенной комплектации. Вот возьмем популярный автомобиль Mitsubishi Lancer. Есть Mitsubishi Lancer Evolution, есть просто Lancer. У него есть поменьше спойлера, есть побольше спойлера. То же самое касается глушителя. Вот что я сказал в начале видео. Он заводом предусмотрен? Предусмотрен. В конструкции автомобиля он находится на своем месте? Да, инспектор-то может нагнуться, посмотреть. На своем месте. Вырезы под глушители есть на бампере? Есть. Не нравится звук? Пожалуйста, замеряйте по ГОСТу. Уровень шума по всем правилам. Возьмем тот же момент, то, что делал я. Якобы у вас клиренс низковат, пружина низковат, и пузотерка у вас стала. Ваш автомобиль. Автобус, минивент, там, неважно. Вы занизили автомобиль, вам и так нравится. Конструкции пружины предусмотрены, находятся на своем месте. То, что они красного цвета, а не черного, да я их покрасил. Вы знаете, вообще, в плане этого, вот эти все запчасти, я абсолютно против всякого колхоза, а именно срезания пружин, там, витков и так далее. Я считаю это, конечно же, жестью. Так что пружины находятся на своем месте. Да у вас, в конце концов, высота такая, потому что пружины могут просто просесть. Но у вас есть техосмотр, диагностическая карта, в конце концов, со страховкой. Конструкция автомобиля абсолютно допускает, какие-то там просадки, подвески, там, и так далее. Даже если машину штатно занизили, хотя есть в комплектации многих автомобилей разные пружины, разные подвески, разный клиренс. Поэтому я считаю, что вся эта истерия, которая определенное время реально нагнеталась по запрещенным видам тюнинга, якобы стайлинга, и что вас будут подтягивать за большие колеса, которые вы поставили на свой автомобиль, не имеет под собой никаких оснований. Что вас завтра будут подтягивать за другую магнитолу, которую вы установили в свой автомобиль, за сигнализацию, которую вы поставили на свою машину. Это же реально так. То есть вы устанавливая сигнализацию, вы изменяете конструкцию автомобиля, его электропроводку. Может, колодки нельзя ставить спортивные? А? Нулевик на впуск, на выпуск. Это же лютое изменение конструкции. Уж что, прибавляет аж 10 лошадиных сил, я бы, кабы. Поэтому реальное изменение конструкции, ребят, у вас не меняется, например, конструкция двигателя, не меняется расходомер прежний там. Ну, впускной коллектор, это еще надо определить. Объем мотора и установленные валы, ну, это тоже. Кто, за чей счет будут делаться все эти экспертизы? Если уж надо все запрещать, то это нужен отдельный закон. То есть где надо запрещать? Все. То есть вы купили машину с салона, и вы ничего не имеете права с ней делать. А это прямое лоббирование каких-то дилерских центров и так далее. Иначе любое изменение автомобиля, по вашему вкусу, это лютое изменение конструкции. Это же лютое установленный спойлер меняет экологический класс автомобиля, не предусмотренный заводом. Перейдем к следующему пункту, ребят. Что можно подтянуть? Все конторы, занимающиеся изменением, отключением экологии, ЕГР, отключением катализаторов, перепрошивка программ блока управления двигателем, тоже преследовать по закону. Все мы вне закона, понимаете? Как с наркотиками, елки-палки. Наркота же тоже вне закона, да, вне закона, абсолютно правильно. А вот все программисты, чип-тюнеры, доработка мотора, целая, блин, культура есть в Европе, в Америке по доработке проторов, по усилению мощности, целая, я не знаю, отрасль на этом мире работает, а у нас это вне закона. И фирма-исполнительная работает по тюнингу, стайлингу и так далее. Все, вы все преступники, ребят. Драгдилеры тоже, вы все преступники, вам всем место в тюрьме. Штрафовать вас всех, вы все будете стоять на поклон во всякие там организации, штрафы платить. То есть заливая новый чип или прикручивая новый распредвал, или ставя на компрессор другие ролики, вы являетесь преступником. Почему в Германии той же фирма Абд, которая делает всем известные чипы, а именно программы для усиления двигателя, одобрена производителем, например, является официальным партнером и одобренным партнером по тюнингу Audi Volkswagen. Да, понятно, что чип АПТ стоит от 600 до 800 евро, потому что они имеют сертификат ТЮФ и так далее. Но в Европе в принципе все дороже. А у нас это стоит максимум там 20-30 тысяч рублей. Можно в принципе любые процедуры как бы узаконить. Смысл-то понятен. Типа вот есть у вас кенгурин, лебедка, железный бампер, повышенный клеренс, когда и так большой джип типа Mitsubishi Sport, да, превращается вообще в какую-то лифтованную хрень. Это нарушение. Но проплатив пошину в казну, он вдруг становится абсолютно безопасным, да. А железный бампер, который у него стоит, реально железный. И дорога для оффроуда, а он ездит по ней по асфальту. И когда он начинает тормозить, она не тормозит. Получается просто с вас пытаются как-то поиметь денег. И если вы этого не знаете, то что я сейчас говорю, с вас поимеют денег. С кого-то по мелочи, а с кого-то может быть и по крупному. Вот про всякие световые приборы я конечно согласен. Но конкретно про фары головного света Xenon без линз. Вы знаете, по нашим дорогам ездит масса автомобилей, где стоит заводской Xenon с рефлекторным отражателем. Ну на память это вот. Ну например, такие автомобили как Volvo XC90, XC70 первой модификации. Их очень много. Вот у нас в регионе их очень много. И они ездят прекрасно. Их люди не собираются с них пересаживаться. Subaru различных моделей. Там Forrester, Раутбэк, у них рефлектор даже сейчас до сих пор не линзованный есть ксенон, оригинальный. Таких авто много получается. Но по сути, по сути, будут страдать реальные колхозники. А реальными колхозниками у нас можно только назвать кого? Людей на тазах. То есть любой водитель на тазе может быть потенциально нарушителем закона. Все остальные от наглости и грамотности определенных водителей. То есть инспектор ГИБДД и автовладелец знает закон, не знает. Получит штраф, не получит. Все варианты комплектации, которые есть у производителя одного и тоже автомобилей, инспектор ГИБДД знать не может. Да и не должен в принципе. Он же не автоэксперт в конце концов. А вообще как бы по поводу Светова, знаете, я вот много езжу например в Скандинавии или вот у нас в Мурманской области, где у нас полярная ночь, начиная примерно с ноября по середину января все время темно. Нету солнца, нету света, просто все время темно. Есть просто серость. И предлагают запретить установку любого дополнительных световых приборов. Какой-то выступающий предмет является кенгурятником. А хоть и у меня был реальный сертификат, ТЮФ сертификат с Германии, что эта деталь устанавливается в штатные места без изменения конструкции и безопасно при аварии. То есть она сделана из металла, да, но при аварии она также безопасно сминается, как и другие части автомобиля. И она служит для установки дополнительных фар света. Потому что, например, в той же Швеции, Финляндии, Норвегии ставят по три фары. Реально. Вот такое мое мнение на собственно зарождающийся нагиб, может быть, он все-таки не пройдет или не прошел. Многие это обсуждали, обсасывали и так далее. Но я считаю, что на данный момент реально все, кто хочет как-то доработать свой автомобиль и так далее, ничего не опасайтесь. Ну, с вами был Айкер Механик. Всем спасибо. И пока. Извините, что так долго пытался обозначить свою точку зрения. Удачи!